Сегодня 12 января 2024 года. Почти минус 8. К нам пришла зима. Этой ночью будет минус 13, минус 14 в городе. Я думаю, что здесь будет на пару градусов ниже температура. Очень хороший момент для моих ежегодных наблюдений. Вот смотрите, вот здесь вот отсюда. Здесь была цветочная почка в прошлом году. Она выстрелила на две почки, выросла и закончилась черешком, на котором был кластер с орехами. Вот на этих двух почках в этом году урожая никакого не будет. Они в этом году подрастут и уже на следующий год на них заложатся цветочные плодовые почки. Вот ветка, которая подносила в позапрошлом году. Вот здесь была цветочная почка, вот она выстрелила, доросла до сюда и за прошлый год она дала вот два таких прироста с сережками. И везде, где сережки, везде будет цветочная плодовая почка. Это не трапезонт, но суть точно такая же. Чем ближе к верхушке, тем сильнее теперь росты. Просто сейчас эту ветку я согнул. Вот смотрите, тоже в позапрошлом году была здесь почка, доросла до сюда. Здесь был кластер с орехами. И вот две почки дали рост. Вот один. Везде, где сережки, повторюсь, будут плодовые почки. А вот вторая почка дала вот такой рост. Она тоже вся заложилась цветочными почками. Сейчас, если можно будет рассмотреть, где-то что-то уже видно. Это более рано цветущий сорт, чем трапезонт. Вот на такой стадии. До минус 14 вот эти женские цветки, они выдерживают. Дело в том, что неравномерное цветение, разная стадия цветения. Кто-то раньше начинает цвести, кто-то позже. На ранних стадиях цветения вот эти вот красные проволочки, они вообще втягиваются практически в почку. Вот. А на продвинутой стадии, даже если подмерзнет хохолок этот верхний, из почки выдвинется еще тельце вот это вот красное, которое примет пыльцу и опылится. Хуже ситуация с сережками. Здесь они практически чуть ли не запылили, то есть это была средняя стадия пыления. Вот. И на продвинутой стадии пыления сережки выдерживают до минус 4, минус 5. Вот посмотрим, как это все скажется на этом сорте. Вот этот же сорт вручает неравномерность цветения и неравномерность пыления сережек. Вот дубовые сережки на этом же дереве. Ну и плюс еще пылители спасают. А вот трапезунт. На некоторых кустах трапезунта точно такая же картина. Будет лишний раз повод убедиться в том, насколько такие морозы скажутся на его урожайности. Но по моим прикидкам никак они в негативную сторону не скажутся. Ну а у кизила такого перерыва на год в плодоношении нету. Это вот цветочные почки. Они появляются и растут ровно на тех же ветках, где в прошлом году был урожай. То есть кизил чрезвычайно недооцененная суперкультура. Вот видите этот черешок, где была ягода в этом году, зависть с ягодами. И ровно в этом же месте цветочные почки на следующий год. Вот смотрите, тоже черешок ягоды и здесь же почки. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, обращайтесь ближе к весне за саженцами. Можно сейчас бронировать фундук, трапезунт, несколько сортов. У меня появился вебоценный опылитель, черкесский. Два сорта кизила Семен и Владимировский. Ну еще пару сортов персиков, яблонь, слив. На этом я с вами прощаюсь. Добрая мира, привет из Крыма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова